так добрый день у нас время еще как по моему 25 до моих до можно начинать у нас первая полноценная лекция давайте продолжим значит того места где мы остановились прежде всего значит я вкратце все-таки некоторые упражнения из того что было прошлый раз прошлый раз разберу просто потому что там кто-то проговаривал про то как доказывать что один больше нуля вот ну и потом значит естественно что на словах это все звучало хорошо но выяснилось что тем не менее какие-то вещи были не до конца доказаны потому что было сказано что вот возьмем элемент который больше нуля любой вообще посмотрим на его обратный он тоже больше нуля перемножим получим единицу но вот то что обратный что то что обратный больше нуля то тоже конечно можно доказать но потому что такие моменты что что это тоже нужно доказывать вы должны видеть давайте я очень коротенько еще раз расскажу значит как мы доказывали что 0 на x это 0 но понятно представляем 0 виде суммы тут получается вот так да дальше как только мы имеем такое равенство мы можем добавить элемент обратный к вот этому да и получить что 0 на x 0 это все очень просто но тем не менее до что у нас есть аксиома что есть обратный аксиома аксио аксиома то что нужно добавлять одно и то же это по определению одно и то же если у вас написано а равно там равно бы и есть c вот так вот да то а плюс b и b плюс c это просто один и тот же элемент правда это не требуется не требует аксиоматического задания правда да и тогда ну или же по как-то нет ни такого я тебя предаксиома да это ну нет это просто из семантики языка а и в одно и то же поэтому а плюс c и b плюс c тут как бы не требует аксиоматического задания хорошо следующий вопрос который мы хотели доказать значит можно доказать следующую вещь то что элемент противоположный x это то же самое что элемент противоположный минус единицы противоположные единицы минус 1 умножить на x значит как это доказывать доказать это доказать это очень легко но нужно проверить свойства то есть сложить x и минус единицу умножить на x значит x плюс минус единица умножить на x это то же самое что 1 на x плюс минус 1 на x это свойство единицы да дальше тут 1 плюс минус 1 умножить на x это просто определение обратного 0 на x это мы знаем что 0 и значит мы с вами доказали что элемент противоположный к минус 1 на x это x значит наоборот но мы единственность противоположного прошлый раз устанавливали все хорошо да вот теперь когда мы это с вами когда мы это с вами знаем мы можем мы можем доказать что минус 1 на минус 1 это один это очень смешно но тем не менее требует доказательства хотя очень короткого но почему надо проверить что этот элемент такой же как единица то есть что при умножении на любой x получается обратно x ну значит тут ассоциативностью пользуемся будет минус 1 а тут вот это произведение про вот это произведение мы знаем что уже это минус x правильно а с другой стороны мы знаем что это произведение ровно по этому же свойству потому что это же выполнено для любого вещественного числа это элемент противоположный минус иксу элемент противоположный минус иксу по определению это сам x все мы доказали что вот это верно для любого икса значит произведение минус единицы на минус единицы это единица это все нет еще раз естественно Нет, что значит без икса? У вас минус один, это просто надпись Нет, в принципе, вот у вас есть Во второе условие поставим вместо икса минус один Да, можно подставить во второе Во второе условие вместо икса минус один Это еще будет короче Естественно, способов очень много, но самое главное Что тот, который вы демонстрируете Должен быть корректный Ну и теперь, значит, финально То, что нам надо было доказать, что единица больше нуля Значит, как мы это можем доказать? Давайте предположим Противное, значит, во-первых, мы знаем, что Единица нулю не равна, это у нас аксиоматически Постулировано было, да, в одной из аксиом Значит, предположим Ну и вот тут такое коротенькое Доказательство от противного, хотя Очень-очень простое Предположим, что Наоборот, значит, один Меньше нуля Да Тогда Ноль меньше, чем Минус один, значит, как это получилось Это мы добавили минус один К левой и правой части Мы получили ноль по определению Противоположный элемент Ноль нейтральный элемент По сложению Да Ну и мы получили ноль минус один Можем записать это два раза А теперь у нас была аксиоматика Как умножение связано с порядком Да И мы с вами знаем, что произведение Двух минус единиц это единица Значит, следовательно Мы получили, что ноль меньше, чем один То есть мы предположили Обратное, а получили то, что нам надо Таким образом свели это к противоречию Да Противоречие Ну и значит, была верна Была верна обратная То, что Один больше доказали Доказали Что один больше нуля Естественно, это можно сделать Десятком других способов Ну вот Не захотелось так Вот Хорошо На этом Значит, мы С разбором Таких простых вещей Закончим И перейдем Значит, к следующему свойству Которое кратко анонсировалось В конце предыдущей лекции Значит, полнота Множества вещественных чисел Анонсировалось оно В качестве следующей свойства Свойствие аксиома полноты Значит, аксиома полноты Ну или По-другому ее Называют аксиомой Надокантора Додекинда Значит, на самом-то деле У этого свойства Есть десяток способов Его эквивалентным образом Переформулировать Я вот сейчас Сформулирую один из Ну и дальше мы увидим Значит, какие из этого Будут следствия Заключается она в следующем Что если у нас есть Пусть Есть Два Подмножества Р Икс Игрек Такие что Ну и давайте Значит, мне в какой-то момент Совсем хотелось Перейти просто на квантеры Но я буду Первые несколько лекций Значит, вставлять побольше слов Постепенно переходя на Значит, обозначения Более математизированные Такие, что для любого Икс из Икс И для любого элемента Игрек из Игрек Верно Что Икс не превосходит Игрек Точка Значит У нас есть два Какие-то Два каких-то подмножества И мы про них Предполагаем Что Любой элемент из второго Больше любого элемента Из первого Значит, это наше предположение Тогда Больше либо равен Больше либо равен Больше либо равен Нет, больше либо равен Тогда Существует ЦСР Число ЦСР Такое, что Для любого Икс из Икс И Игрек из Игрек Икс меньше либо равно Значит, формально Мы себе представляем Вещественные числа Одна из аксиом У нас была То, что это полностью Упорядоченное множество Линейное Упорядоченное множество Что если есть Любой какой угодно Икс Любой какой угодно Игрек Такие, что Игрек лежит справа От Икс То посередине Обязательно есть Какое-то число Которое их разделяет Ну, как мы с вами увидим Множество рациональных чисел Таким свойством Не обладает Таким образом Нам их не хватает Для того, чтобы Не можем сказать Что множество рациональных И вещественных чисел Совпадают С другой стороны Есть Значит Ну, давайте примем Пока, что это аксиома Есть Посмотрим, какие Из нее можно извлекать Следствия Простые Для начала Вот А неформально Мы думаем об этом Как в аксиоме Что вещественные числа Не имеют дырок Значит В частности Эта штука Вот эта аксиома Оказывается Эквивалентной Утверждению О том Что Любое ограниченное Множество Имеет точную Верхнюю грань А теперь Давайте это Сформулируем Совсем формально Определение Пускай есть Множество Икс Из Р Называется Ограниченным Сверху Если Существует С Такое что Для любого Икс из икс Икс не превосходит С Ну естественное Определение Как бы мы его Ожидали Дать Двойственное Определение Значит Давайте Несколько раз Похожее Определение Буду проговаривать Точно А с какого-то Момента Когда очевидно Как выглядит Определение Двойственного Понятия Я буду пропускать Да То есть Сейчас Наверное Любой Стещивает Аудитория Определение Множества Ограниченной Снизу Скажет Ну все Наверное Руки поднимите Кому Кто понимает Как выглядит Определение Множества Ограниченного Снизу Ну все Наверное Вот Один раз Я это напишу А потом Писать не буду Значит Да Подмножество Это есть Подмножество Принадлежит Это элемент Это бы Часу В смысле Вот так Нет Значит Смотрите Это вопрос Как вы понимаете Конвенции Да И Вашей договоренности Значит Наша договоренность Которая была Зафиксирована На прошлой паре В том Что Множество А является Подмножеством Б Включает В себя То что Множество А и Б Совпадают Вот так Я тоже могу Писать А подмножество А Иногда Бывает Очень важно Отделить Случай Когда Они Одинаковые Оттого Когда Они Неодинаковые И тогда Есть Как бы Вот такой Значок Для Включающей Равенства А такой Значок Равенства Не включает Вот Также Иногда Говорят Там Если Английская Английская Словечка Там Какой-нибудь Пропор Сабсет Да Которая Говорит Что А Включается В Б А Не совпадает Б И А Не пусто То есть Это Какое-то Промежуточное Подмножество Б Это Все Вопрос Наших С вами Соглашений Я понимаю Что Видимо Не очень Удобно Имеет Соглашение Чуть-чуть Отличающиеся От Других Предметов Но Тем Не менее У нас С вами Вот Вот Это Является Истинной Да То есть А и Б Могут Совпадать Пожалуйста Другой вопрос Что Множество Всех Вещественных Чисел Сверху Не Ограничено Но Это Уже Второй Вопрос Значит Называется Ограниченным Снизу Снизу Если Существует С Такое Что Для любого Х Из Х С Не Превосходит Х Значит Как вы понимаете В каждой Такой Фразе Хоть Я старался Писать Ее Подробно Сейчас Все равно Я уже Что-то Начинаю Пропускать Что Например Этот Пропустил Кто Скажет Считая По умолчанию С С Да Да Вот Когда Я говорю Существует С Как Мы Говорили Всегда Не бывает Объекта Просто так Объект Бывает Из Какого-то Универсального Множества Сейчас Мы говорим О вещественных Числах Значит У нас Универсальным Множеством Являются Вещественные Числа Хорошо Дальше Дальше Есть 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 Понятие Точный Верх Есть Понятие Значит Вот В эти Определения Мы добавляем Еще Следующее В этом Случае С Называется Верхней Грани Верхнюю Верхнюю Грани Для Х Речь идет О первом Определении Так Еще одно Определение Которое Самоочевидно Это Говорится Что Элемент Х Из Х Называется Максимальным Что? Максимальным Давайте Тут Напишем Х Фиксированный Элемент Если Для Любого Х Из Х Х Лежит В Х Х Не Превосходит Х Больше Рай Х Ну И Мы Пишем Значит Х Ноль Равняется Максимум Х При этом Естественно Никакой Гарантии Что Максимальный Элемент Существует Вообще Говоря Нет Даже Для Ограниченного Множества А вот Третье Определение Я уже Не буду Выписывать На доске Значит Мы Скажем Что Множество Называется Ограниченным Если оно Ограничено Сверху И снизу Естественно Вот Кто Мне Объяснит Почему Вот в таком Множестве Значит Множество Иксов Таких Что Ноль Меньше Икс Меньше Один Почему В таком Множестве Нет максимального Элемента Да Да То есть Доказательство Очень простое Если Икс Ноль Из Икс Максимальный То Икс Ноль Меньше Единицы Следовательно Ну и больше Нуля Больше Лебра Нуля Следовательно Икс Ноль Плюс Один Пополам Тоже Принадлежит Икс Это легко Доказать И Больше Строго Больше Чем Таким образом Икс Ноль Не максимальный Очень простое Очень простое Соображение Так давайте я Досов у нас много Я Аксиому Значит Оставлю Значит Пускай Икс Пусть Икс Ограничено Сверху Значит Если Икс Ограничено Сверху То Мы знаем Что есть У Икс Как минимум Одна верхняя Грань Вот какое-то Число С Которое Мажорирует Все элементы Икса Тем не менее Среди всех Верхней Граней Значит Это утверждение Среди Всех Верхних Граней Для Икс Есть Наименьшее И это Это уже Некоторое Оттверждение Которое Требует Доказательства Да Вот Почему Потому что Мы знаем Что В любом Множестве Есть максимальный Элемент Точно так же Не в любом Ограниченном Даже Множестве Есть минимальный Элемент Это нужно Доказывать Ну давайте Вначале Запишем Значит Еще Как это Обозначается Значит Мы говорим Что Супремум Икс Это Минимум Тех Давайте Верхние Грани Буквы С Обозначали Значит Тут тоже Сохраним Букву С Это Минимум Тех С И З Таких Что С Верхняя Грань Для Икс Давайте Немножко Еще Поиграем С Разными Способами Это Записать Чуть Чуть Более Так Сказать Формализовано Значит Естественно Когда мы Так Пишем Мы Могли Сказать Вот У нас Определение Супремум Никто Вам Не Гарантировал Даже Для Ограниченного Множества Этот Минимум Существует Да Это Надо Откуда То Извлечь Вот А можем Записать Это В таком Виде Значит Еще раз Что Это Такое Множество С Из Р Что Для Любого Икс Из Икс Икс Не Превосходит С И Теперь Что Мы Можем Как Немножко Поиграть С Логическими Значит С Логическими Определениями И Значит Любое Любое Меньшее С Нам Не Подходит Это То Что Мы Словами Говорим Да То Что Написано Что Минимум Из Таких Верхних Гоней Да Да Конечно И Для Любого С Штрих Меньшего С Существует Икс Из Икс Такой Что Икс Больше Чем Это С Штрих То есть Формально Ничего Не Произошло Мы Просто Чуть Чуть Более Формализовано Записали Записали Определение Все Понимают Что Это Просто Одно И Тоже Сзади Не Видно Да Не Не Видно Вот По Какой Уровень Вот Вот Так Не Видно Что Ну То Есть Я Могу Сделать Во Первых Вот Такую Вещь Во Вторых Могу Не Писать На Нижних Досках Ниже Определенного Уровня Наверное Будет Не Лучше Выходу Так Вот Да Хорошо Значит Ну Вот Это Я Наверное Сотру Ну Что Давайте С вами Доказывать Что Этот Минимум Существует Естественно Что Аксиома У нас Собственно Грядна Которая Нам Поможет Вот Это Самая Аксиома Полноты Что Мы Сделаем Вначале Нам Нужно Есть Множество Икс Нужно Ввести Множество Игрек Ну Давайте Значит Доказательство Существования Супремума Супремума Или Точной Верхней Грани Точная Верхняя Грани Игрень Заведем Игрень Это Те Игрек Из Р Так что Игрек Верхняя Грань Грань Для Икса Ну Ну Или Что Тоже Значит Вместо Этого Я бы Мог Записать Что Для Любого Икс Из Икс Икс Не Превосходит Игрек Значит Это Некоторое Множество Оно Не Пусто Потому Что Мы Требовали Изначально Ограниченности Вот И Пара Икс Игрек Пара Икс Игрек Удовлетворяет Условия Аксиомы Полноты Все Видят Да Это Замечательно Давайте Тогда Найдем С Разделяющие Икс Игрек Значит Так С Такое Что Икс Не Превосходит С Не Превосходит Игрек Для Этот Поменял Немножко Порядок Да Но Русский Язык Мне Это Позволяет Любого Икс Из Икс И Любого Икс Такое Одно С Есть Кто Мне Скажет Почему Оно Является Почему Оно Является Минимальным В Множестве Игрек И Вообще Вот Является Значит Вот Там У нас Написано Является Супремумом Икса Кто-нибудь Можешь Объяснить Значит Что нам Нужно Доказать Нам Нужно Доказать Что С Принадлежит Игреку Правильно С Принадлежит Игреку По Определению А То Что Меньше Нету В Игреке Тоже По Определению Все Все Видно Да Сразу Вообще Надо Только Посмотреть Что Потому Что На верхней грани Потому Что На Больше Икса Для Любого Икса А Раз Она Верхняя Грань Значит Является Минимальным Опять Потому Что Выполнен Такой Неравен Таким Образом У любого Ограниченного Множества Сверху Есть Супремум Дальше На самом Деле Верно Чуть Чуть Более Сильно Этот Супремум Единственен Это Тоже Очень Легко Доказать Как Доказать Давайте Я Это Утверждение Все Таки Запишу А Доказательство Проговорим На Словах Супремум Единственен Почему? Да И второй Меньше Первого Если два Различных То Первый Либо Первый Меньше Второго Либо Второй Меньше Первого И мы Тут же Тут же Получим Противоречие Хорошо Теперь У нас Есть Двойственное Понятие Инфимума Ну вот Оно Точно Так же Значит Устроено Давайте Я Не буду Проговаривать Я напишу Просто аналогичную Формулу Значит Инфимум Множество Х А от Х Теперь Требуется Чтобы Х Было Ограничено Снизу Дальше Что Мы должны Посмотреть На это Определение И написать То же Самое Замена Из Некоторых Знаков Значит Это Т ЦСР Значит Давайте Первое Максимум Тех ЦСР Что Ц Нижняя Грань Для Х Или Давайте Еще раз Это Сделаем Для Тренировки Значит Это Такое Число ЦСР Что Для Любого Х Из Х Х Больше Либо Равен Ц И Для Любого Ц Большего Чем Ц Оно Уже Не Такое Существует Х Из Х Такой Что Х Меньше Чем Ц Ц Ц Значит Формально Смотрите Я произвел Практически Компьютерную Операцию Со Строками Да Я Менял Знаки Неравенства И ничего Больше Не Делал Ну и точно Так же У ограниченного Снизу Множество Инфимум Существует И Единственен Доказывается Это Доказывается Это Похожим Похожим Образом Хорошо Давайте Посмотрим Еще Какое Нибудь Следствие Аксиомы Полноты Которое Как-то Нас Более Конкретное Что Ли Ну вот Давайте Одно Еще Следствие Аксиомы Полноты Будет Такое Вот Существует Положительное Число Квадрат Которого Равен Двум Давайте Это Докажем Значит Существование Квадратного Корня Из Двух Значит А Как я уже говорил Прошлый раз Давайте Еще раз Это Проговорю Что Когда Вы Пишите Такой Знак Но Это Ничего Кроме Того Что Вы Какую-то Закорючку На доске Написали Не Означает Правда На самом То Деле Здесь Довольно Много Простых Но Тем Не Менее Умолчание Существует Почему Потому Что Во-первых Вы Говорите О Вещественном Числе Квадрат Которого Равен Двум Во-вторых Вы Накладываете Какое Условие Про Такой Корень В школе Всегда Говорится Что Он Положительный Что Х Больше Нуля Хорошо Как Бы Нам Как Бы Нам Доказать Существование Этого Числа И Единственность При Условии Положительности Это Требует Доказательства Это Не Следует Ни Из Каких Других Аксиом Вот Прямо Совсем Так Непосредственно И Более Того Без Аксиома Полноты Вы Это И Доказать Не Сможете Просто Потому Что Ну Это Рассуждение Вы Видели Мы В конце Приведем Что Это Число Иррационально В том Смысле Что Рационального Числа Квадрат Которого Равен Двум Не Существует Это Многие Из вас Знают Наверняка Это Простое Рассуждение Было А мы Его Повторим Так Как мы Будем Это Доказывать Конечно Конечно Это 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 Просто Значит Мы Заведем Множество Х Это Множество Вещественных Чисел Таким Успехом Мы Могли Тут Поставить Иррациональные Это Не Страшно Таких Что Х Больше Нуля А Х Квадрат Меньше Двух И Множество Игрек Тоже Вещественных Чисел Тоже Больше Нуля Ну Давайте Значит Я тут Напишу Игрек Хотя На самом То Деле Если У вас Была Пара Логики Вам Уже Объяснили Что Это Связанная Переменная Она Может Быть Какой Угодно Да То Я могу Тут Написать Русскую Букву Щ Это Тоже Будет Верно Только Неудобно Читать А так Пожалуйста Вот В смысле Что написать Здесь Х Тоже Хорошо Просто Будет Путаница Хотя На самом То Деле Связанные Переменные Могут Совпадать Любой Из Вас Кто Хоть Сколько Нибудь Программировал Ну Знает Что В фигурных Скобках Можно Завести Локальную Переменную Которая Называется Так же Как В Других Фигурных Скобках Тем Не Менее Для удобства Восприятия Значит Часто Делают Разными Хорошо Икс Игрик Два Множества Значит Удовлетворяют Лето Пара Условия Максима Полноты Что Да Почему Корень Извлекаем Такой Операции Как Мы Знаем Вполне Нет Ну Неравенство Для положительных Чисел Можно Возводить В квадрат Но Это Требует Доказательства Но Тем Не Менее Значит У Неравенство Икс Меньше Либо Равно Игрик Икс Меньше Либо Равно Игрик То Что Значит При условии Икс Игрик Больше Нуля То Что Это Следует На самом деле Равносильно Что Икс Квадрат Не Превосходит Игрик Квадрат Ну Можно Точно Так Ж Сделать Как Вот Мы С Вами Что Чего Нет А Во-первых Она Равносильна Конечно Во-вторых Нам Нужно Да Ну Дайте Напишу Равносильно Это Тоже Можно Доказать Доказывать Я Это Естественно Не Буду Вот Все Мы Один Раз Доказали Допростую Вещь Больше Такие Вещи Доказывать Не Буду Таким Образом Икс Игрик Удовлетворяют Аксиоме Полноте Аксиоме Полноте Аксиоме Контр Декин Давайте Так Напишем Но Это Еще Не Все Почему Потому Что Да У Нас Существует Число С Которое Значит Вот Лежит И Отделяет Икс Икс От Игрека Любого Икс Икс Для Любого Игрека Теперь Нам С вами Нужно Доказать Еще Что С Квадрат Равно Двум Правда Это Ниоткуда Не Следует Давай Что В Чем Беда Можно Найти Такой Икс Ну Серединку Нужно Чуть Нет Ну Надо Чуть 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 Аккуратнее Потому Что Так Просто Взять Серединку Не Получится Надо Значит Под 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 Работать Некоторые Детали Здесь Есть Давайте Значит Все Таки Формально Это Запишем Опять же Вот Один Раз Да А дальше Не Будем Что Мы Должны Делать Значит Пуск Чтобы Доказать Что С С Квадрат Меньше 2 С Квадрат Равно 2 С Квадрат Больше 2 Тут Как Шерлок Холмс Да Если Из Убрать Исключить Все Возможности То Оставшаяся Единственная Значит Будет Верной Сколько Странной Она Не Казалось Значит Надо Исключить То Что С Квадрат Меньше 2 И То Что С Квадрат Больше 2 Значит Давайте Исключать То Что С Квадрат Меньше 2 Значит Пускай Пускай С Квадрат Меньше 2 Рассмотрим Следующее Число Значит Что Мы Должны Сделать Во-первых Давайте Заведем Такое Число Давайте Обозначим Его Д Разница Это 2 Минус С Квадрат Значит Мы знаем Что Д Больше Нуля Знаем Что Д Меньше Единицы Ну Почему Мы знаем Что Д Меньше Единицы Понятно Да Потому Что С Больше Одного Но Вот Единица Лежит Лежит Эксе Значит Этого Достаточно Давайте Теперь Посмотрим На Следующее Число С Плюс Д На 3С Значит Опять же Еще Немножко Формалистикой Позанимаемся А через Какое-то Количество Времени Мы Перестанем Про это Напоминать Значит Знак Деления Подразумевает Естественно Умножение На Обратный Да Значит Формально У нас Как Строились Числа Значит Рассмотрим Такое Число Посмотрим На Его Квадрат Так Давайте Сюда Перейдем С Плюс Плюс Д На 3С В Квадрате Давайте Возведем Квадрат Значит Тут Будет С Квадрат Плюс 2С Д Д На 3С Плюс Д На 3С В квадрате Да Значит Это число Будет Меньше Чего С Квадрат Плюс Д Почему Потому Что Тут 2 3 Д А тут Не больше Чем Д На 3 Ну Потому Что Посмотрите На Что Д На 3 Умножается Да Видно Что Так Получается А Это С Квадрат Плюс 2 Минус С Квадрат Это 2 Таким Образом Мы Получили Это Неравенство Совсем Понятно Нет 2 3 Но У нас Есть Еще Добавок Вот Этот Вот Его Надо Оценить Значит Мы Можем Д На 3 Вытести Что Останется Д На 3 С Которая Меньше Единицы Единицы На С Которая Тоже Меньше Единицы 1 На С Меньше Единицы Это То же Самое Что С Больше Единицы Чтобы Доказать Что С Больше Единицы Нам Достаточно Проверить Что Единица Лежит В этом Множестве Что Докажите Это В качестве Упражнения Что Можно Неравенство Доказать Нет Просто Понимаете Да Формально Там 20-25 Свойств О том Что Все Наши Привычные Действия Как бы Разумны Какие-то Из них Там Десяток Из них Мы По Пути Доказали Ну Все Выписывать Очень Долго Да Можем Значит И Что 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 Произошло В этой Выкладке Мы Доказали Что Если С Квадрат Меньше 2 То Есть Какое-то Число Которое Больше Строго Чем С Квадрат Которого Все Еще Меньше 2 А Это Противоречит Тому Что С Точная Грань Да Отделяющая Числа Меньше 2 Квадрат Которых Меньше 2 Квадрат Которых Больше Я скорее На задние Ряды Пытаюсь Ориентироваться Всем Понятно Да Вот Таким Образом Мы Получили Противоречие Хорошо Теперь Нам надо Исключить Исключить Вторую Возможность Что С Квадрат Больше 2 Ее Мы Исключаем Аналогично Но Тем Не Выписать Это Тоже Требуется Пускай С Квадрат Больше 2 Пусть Ну а Теперь В качестве D Мы Посмотрим Вот Такую Величину С Квадрат Минус 2 Все Равно У нас D Лежит От Нуля До Единицы Тогда Рассмотрим С Квадрат Минус D На 3 С С Минус D На 3 С Возведем Это число В квадрат Что У нас Будет С Квадрат Минус 2 С D На 3 С Плюс D На 3 С В Квадрат Это Больше Чем С Квадрат Минус Д Давно 2 Таким Образум У нас Получается Аналогичное Рассуждение Что Если С Квадрат Оказывается Больше 2 То Есть Число Меньшее Чем С Но Квадрат Которого Все Еще Больше Чем 2 Это Опять Противоречит С Того Что С Разделяет Эти 2 Множества Таким Образом Мы Исключили Эту Возможность Исключили Эту Возможность Значит Осталась Последняя Возможность Что С Квадрат Равн 2 Следующая Небольшая Деталь Которую Я надеюсь Вы мне Скажете Сами Это Почему Такое Повышительное Число Единственное Одно Больше Другого Да Если Они Различные Значит Квадрат И Квадрат Хорошо Значит Отлично Корень Из Двух Существует Корень Из Двух Единственный Положительный Корень Из Двух Вот Как Вы Видите Мы Потратили Почти Целую Пару На То Что Вы И так Знали Да Вот Тем Не Менее Сейчас Это Приобрело Некоторую Большую Строгость Чем Значит Это Происходит Все В Школьной Математике А Теперь Короткое Рассуждение Которое Вы Которое Многие Из Вас Уже Видели Давайте Я Его Продемонстрирую Значит Корень Из Двух Не Является Рациональным Числом Наверняка Все Из Вас Об Этому Знают Правда Кто Кто Знает Что Корень Из Двух Нерациональный Ну Тоже Да Все Давайте Значит Я тогда Быстро Скажу Почему Это Так Ну Почему Потому Что Значит Если Бо Он Оказался Рациональным Числом М И Н Где М И Например Целые Да И Можно Был Был Считать Положительными Потому Что Ни Ноль Ни Туда Ни Сюда Не Подходит А То Что Корень Из Двух Больше Ну Это Значит Наше Соглашение Давайте Теперь Перепишем Это Уравнение Возведя В квадрат У нас Получается 2 Н Квадрат Равняется М Квадрат Правильно Дальше Давайте Считать Что Н И М Взаимно Простые Потому Что Если У них Есть Общий Делитель Д Мы На него Можем Сократить Хорошо Пускай Н И М Взаимно Простые Ну А Дальше Простое Соображение Делимости М Квадрат Четно Значит М Делится На 2 Если М Делится На 2 То М Делится На 4 Значит М Делится На 2 Ну Давайте Все Таки Значит М Делится На 2 Следовательно М Равняется 2 М 1 Таким Образом У нас Получается Уравнение 2 Н Квадрат Равняется 4 М 1 Квадрат Мы Его Сокращаем На 2 И Получаем Что Н Делится На 2 Таким Образом Н Делится На 2 Это Противоречие Потому Что М Н Были Предполагались Взаимно Простыми Но Все Это Рассуждение Видели И Гораздо Более Интересные Рассуждения Такого Рода Но Вот Тем Не Менее На доске Это Появиться Должно Таким Образом Корень Из 2 Мало Того Что Существует Так Еще И Является Иррациональным Числом Хорошо Следующий Момент Который Хочется Сказать Это Такой Ну вот Мы с вами Научились Строить Корень Из 2 Что С другими С другими Числами Ну вот Давайте Вот это Я дам В качестве Упражнения На Понимание Что Это Целое Число Но Делится На 2 Значит М Квадрат Делится На 2 Правильно Если М Квадрат Делится На 2 То М Делится На 2 Ну Четное Число Нечетное Читаем Либо Четно Либо Нечетное Нечетное Число В Квадрате Дает Нечетное Нет М Целое 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 М Целое Что Нет То что Корень из 2 Не целый А не требует Никакой аксиома Полноты Потому что Корень из 2 Строго больше Одного И строго Меньше Двух И в этом Промежутке Целых чисел Не очень Нечетное Найдете Вот Хорошо Значит Вопрос На Понимание Который Значит Вот Надо После лекции Будет Разобрать Если Вы Не Умеете Это Доказывать Значит Надо Прочитать Внимательнее Или Кому-то Обратиться Значит Пускай R1 И R2 Из Q Ну и Положительны Тогда Существует R1 В степени R2 Ну то есть Наш с вами Корень из 2 В этой записи Это было 2 в степени 1 2 Ну вот Мы так Доказывали Что 2 в степени 1 2 Существует На самом деле Все было Не важно Для любых Двух Положительных Чисел Лодки Мы можем Проводить Операцию Разведения Одного Числа В степень Другого Числа Почему Минус R2 Это Просто Доска Очень Неудачная Так Ну давайте Значит У нас Кончается Первая половина Пары Я Значит Вкратце Значит Расскажу О таких Соображениях Которые У вас Наверняка На логике Уже Упоминались Что происходит Когда мы Говорим Что вот Корень из Двух Вещественен И так Далее Это означает Что мы С вами Научились В отличие От рациональных Чисел Разрешать Уравнение Х Квадрат Минус 2 Равно Нулю Да Но Точно Так же Нетрудно Будет Доказать Что Много Других Вещественных Уравнений Мы Тоже Научились Разрешать Но Не все Правда Потому Что Вот Есть Уравнение Х Квадрат Плюс 1 Равно Нулю Которое Не имеет Вещественных Корней Почему Ну Исклад Больше Либо Равен Нуля Всегда Да Это Но Всего Если брать Все Многочлены Конечной Степени С рациональными Или целыми Коэффициентами Это на самом деле Одно и то же Потому что Если у вас Есть уравнение АН ХН Давайте РН ХН Я значит Рациональные Числа Буквами Р обозначал Плюс РН В степени ХН Минус 1 Плюс И так далее Плюс Р1 Х Плюс Р0 Равно Нулю Значит Если это Рациональные То есть И целые Потому что У всех чисел Есть наименьшее Общее кратное Можно до него Домножить И получить Многочлены С целыми Коэффициентами Которые обновляются То Все корни Всех таких Уравнений Их много Но их число С точки зрения Значит Если все это Множество Рассмотреть Это множество Гибраических Чисел Говорили Да Вам уже на логике Что вот есть Множество Гибраических Чисел А на каким Свойствах Обладает Нет Сколько их Счетно Их счетное Число Множество Вещественных Чисел Оно Несчетное Это значит Тоже Можно Тоже Вам покажут На логике И культуре Рассуждений Это означает Что Во-первых Есть Рациональные Числа И что Есть не только Ирациональные А есть числа Которые Не являются Корнем Никакого Многочлена С целыми Или с Рациональными Коэффициентами Более того В смысле Теории Множеств Почти Любое Так сказать Случайное Хотя Я сейчас Не объясняю Что такое Математически Случайное Ну что Это значит Случайное Число Оно Не является Нерациональным Ни корнем Уравнения Оно Какое-то Тем не менее Понятно Что для Конкретных Чисел Например Е И Пи Которых У нас Еще Не было И которые Мы В какой-то Момент Введем Доказывать Иррациональность Или Транцендентность Эти оба Числа Транцендентные То есть Не являются Гебраическими Не являются Корнями Многочленов Целыми Рациональными Коэффициентами Довольно Тяжело Но само Существование Чисел Транцендентных То есть Неогебраических Оно Теоретика Множественна Почти очевидна А построение Вот Их Чуть более Чуть более Чуть более Хитрое Таким образом При переходе От кус-р Мы даже С точки зрения Теории Множеств Добавили Очень-очень Много чисел Закрыли Все дырки Значит Вот Наши Вещественные Оси И получилось Очень-очень Много чисел Но это Такое Неформальное Отступление Но мы К нему Я думаю Что В какой-то Момент Вернемся Значит Есть Еще одна Вещь Хотим От От Вещественных Чисел Значит Это Принцип Архимеда Я его Сформулирую В Довольно Сильной Форме Но на самом-то Деле Мы увидим Что и слабое Будет Значит Эквиваленно Значит Древние греки Об этом Думали Следующим Образом Что Как они думали О вещественных Числах Они вообще Не думали О вещественных Числах Для них Такого Объекта Не было Они думали Об отрезках Да Вот О чем-то Таком Наглядном И Для них Ну вот Длина Отрезка Вот это И было Числом Да Даже Не Вещать Просто Число Это Длина Отрезка Никаких Других Значит Таких Других Понятий У них Не Было И Принцип Прохимеда На таком языке Геометрическом Формулировался Очень просто Любые два отрезка Соизмеримы Вот Но под соизмеримостью Они понимали Немножко не то Что понимают Сейчас А то Что если Есть два отрезка То можно Один Из них Ну вот Я Не очень хороший Художник Но постараюсь Нарисовать Равные отрезки Один из них Несколько раз Отложить Н Так Чтобы он Стал больше Другого Ну и наоборот Соответственно Один из них Больше другого Поэтому Один В одну сторону Покрытие Очевидно А вот Меньший Можно несколько раз Отложить Натуральное число Раз Так чтобы он Стал больше Большего Вот Ну и для Вещественных Положительных Чисел Это так же А сформулируется Я сформулирую Это немножко В более Строгой Форме Значит Пускай есть Положительное число H Большое Нуля И Вещественное Число Х Тогда Существует Единственное Ну Значит Поскольку Про Х Я знак Не предполагаю Я сразу Буду Говорить Что Целое К Такое Что К Минус Один H Меньше Либо Равно Х Строго Меньше Чем К Х Вот Кто Мне скажет Как это Доказать Давайте Обсудим Что То Предполагая Нам Нужно Какое-то Знание Про Что Нам Нужно Какое-то Знание Про Целые Или Про Натуральные Числа Как я Уже С самого Начала Говорил Значит У нас Все Базируется На Вещах Внутри Которых Мы Не Влезаем Мы Не Влезаем В Теорию Множеств Мы Не Врезаем В То Как Определять Натуральный Ряд Вот Как Это Доказать Что Да Можно Выбрать Сколько Куда Большое Целое Число Это Ну И Натуральное Значит Понятно Потому Что Если Есть К То Есть К Плюс Один Которая Тоже Натуральная Ну Хорошо Значит Да И Дальше Давайте Выберем К К К Больше Икс Это Следует Вот Вот Собственно Горя Принцип Архимеда Сумляет Да Выберем Аш Которая Больше Икс Дальше Что Начнем Выбирать По Аш Начнем Выбирать А если У нас Аш Мы же можем Поделить Неравенство Мы вроде Умеем Да Умеем Делить На Аш Минус Первый Да Таким Образом Число Что Число Икс Наш Минус Ну Икс Наш Наш Минус Первый Будет Заключено Между Мя Целыми Да Значит В принципе В принципе Значит Можем Смотреть Например Множество Чего Множество Тех К И З Таких Что Икс На Аш Меньше Чем К Правильно Это Множество Является Под множеством З Правильно И дальше Например Если Икс Там Больше Нуля То Можно Сказать Что Оно Ограничено Снизу А в Ограниченном Снизу Множестве Есть Минимальный Значит В ограниченном Снизу Множестве Есть Минимальный Элемент Целых Чисел Ну и Натуральных Вот И это Мы уже Пользуемся Некоторым Свойством Целых И натуральных Чисел В которые Я не Влезают То есть Там Формально Говоря Вот Значит Про Н Есть Всякие Утверждения Я не Буду Здесь На математическом Анализе Заниматься Доказать Эквивалентности Или Говорить Как Определяется Н Тем не менее Они Интуитивно Понятны Но В зависимости От Аксиоматики Вам требуется Все-таки Какие-то Из них Доказывать Какие-то Принимать За верность Но В частности Например Такое Утверждение Что Если Есть Подмножество Е из Н То Существует Минимум Е Правда? Или Например Что Если Е из Н И Е Ограничены Сверху То Существует Максимум Е Вот Вот Это Все Мне Хочется Считать Известным Чтобы Значит Не сильно Заниматься Казуистикой Это Не то Чтобы Казуистика Но Это Относится Скажем так По крайней Мере Не к Предмету Не к Предмету Математического Не к Предмету Математического Анализа Таким Образом Да Вот Принцип Архимеда У нас Будет Формулироваться Вот В таком Вот Виде Ну Давайте Значит Какие-нибудь Очень-очень Простенькие Следствия Следствие Один Для любого Эпсион Большего Нуля Существует Н Такое Что Ноль Меньше Единицы На Н Меньше Эпсион Ну Проговорите Доказательства Это Утверждение За Меня Что Да Видите Тут умолчание Стоит Которое Которое Важно То есть Написав Букву Н Каждый Математик Конечно Думает Об этом Как о Натуральном В крайнем Случае Целом Числе Но Формально Вас Не запрещает Зай Обозначать Что-то Другое Как это Доказать Нет Мы просто Возьмем число Эпсион Большего Нуля И Зная Соизмеримости Возьмем Что Эпсион На Н Больше Одного Правильно А то Что Эпсион На Н Больше Нуля Следует Просто Из Значит Пусть Есть Два Числа А и Б Вещественные А Меньше Б Тогда Существует Рациональное Ку Такое Что А Меньше Р Меньше Б Так Ну вот Это Вот так Не совсем В один Шаг Делается Как Это Доказывать Вы Наверное Тоже Мне Скажете Да Ну Возьмем Во-первых По соизмеримости Можно найти Какое Натуральное Н Что Н Больше Б Ну Допустим И что Допустим Это 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 Число Два Вот А Меньше Б А Два Уже Больше Б И Чего Давайте Возьмем Б Да Вот Это Лучше Да Идея Да Да Значит В принципе Вы же понимаете Что Так Сказать Когда Математик Рассуждает Он же в голове Держит Неформальную Картинку Того Что Происходит Потому Что Если Вы будете Пытаться Работать Как Компьютер С кванторами Это Иногда Полезно Чтобы Четко Понимать Что Вы Сформулировали Что Вы Доказываете Но В голове Это Каждый Из нас Держит Картинку Которая Может Оказаться Неправильной А может Оказаться Правильной И тогда Она В доказательстве Поможет Значит Что У нас Есть У нас Есть Два Числа А и Б В принципе Мы конечно Знаем Что тут Много Чисел Потому Что Есть Число А плюс Б Пополам Которое Тут же Лежит Еще Чего Нам Нужно Найти Рациональное Как Нужно Найти Рациональное Рациональное Число Ну Как У вас Есть Рациональное Число Начали Со Знаменателем Два Со Знаменателем Три Вроде Очевидно Что Для Достаточно Большого Знаменателя У вас Сетка Это Столь Густая Что Отрезок АБ Она Не Пропустит Правильно Теперь Давайте Это Пытаемся Формализовать Значит Мы Знаем Что Б Дальше Раз Это Наша Эпсион Значит Существует Существует Н Такое Что Ноль Меньше Одной Н Меньше Чем Б Минус А Существует Такой Знаменатель Что Одна Н Очень Очень Маленькая Ну а Теперь Понятно Нам Нужно Найти Рациональное Число Со Знаменателем Каким То Который Попадет В Отрезок Б Минуса Потому Что Понятно Что Если Мы Начинаем Рисовать Сеточку С Шагом Одна Н То Вроде Как Поскольку Этот Отрезок Длиннее Чем Шаг Сетки Мы Не Пропустим Ничего Как Это Формально Теперь Значит Сформулировать Ну Понятно Как Вот Смотрим На Наш Принцип Архимеды Который Мы Чуть Чуть Более Усиленной Форме Написали Значит И В Качестве H Возьмем Значит В принципе Архимеда В качестве H Одно Н Дальше У нас Будет Некоторое Число К Которое У нас Вот Так Вот Зажмет А Правда Ну Я Его Ну Хорошо Давайте К Минус Один Вот Так Существует К Это Просто Принцип Архимеды Причем К Какое Целое Замечательно Теперь Надо Доказать Надо Доказать Что К Н Меньше Б Тогда Все будет Хорошо Тогда Вот Это Будет Рациональным Числом Которое Больше А Но Меньше Б Почему Оно Меньше Б Так Давайте Еще раз Что К Делить На Минус А Меньше Чем Один Делить На Н Это Вот Это Просто Неравенство Меньше Либо Равно Да Вот А Б Минус А Строго Уже Больше Чем Один Делить На Н Ну И Дальше Значит Элементарными Операциями Каждый Отсюда Выявит Что К Делить На Н Меньше Чем Р Вот Таким Образом Любой Любой Интервал Значит Это Множество Называется Интервалом Сейчас Мы Зафиксируем Наше Наши Обозначения Содержит Как минимум Одно Рациональное Число Значит На топологическом Языке Который Значит Рано или поздно У вас Появится Это Означает Следующее Что Множество Рациональных Чисел Плотно В Множестве Вещественных Чисел Вот так Это Можно Сформулировать Но Это Пока Только Слова За ними Не стоит Никакой Математики А Вот Это Утверждение Да Что На любом Интервале Есть Национальное Число Так Дальше Давайте я Выпишу Определения Которые Знакомы Всем Тоже Со Школьной Скамьи Но Один раз Обозначение Зафиксировать Надо Потому что Есть Несколько Способов Определять Отрезки Интервалы Полуинтервалы Мы будем Пользоваться Квадратными Круглыми Скобочками Значит Вот Множество А Б Отрезок Это Что Такое Это Множество Иксов Ну Вот Таких Что А Меньше Либо Равен Х А Х Меньше Либо Равен Б Ну И Дальше Три Аналогичных Определения Которые Я Все Таки Дам Хотя Это И Вам Знакомо Значит У нас Есть Полуинтервал Справа У нас Есть Полуинтервал Слева Множество Тех Иксов А Что-то Все равно Пропускается Видите Уже Икс Изер Рука Не поднимается Написать Это вроде Как Наше Умолчание Да Ну И Наконец Настоящий Интервал А Б Иксов Таких Что А Меньше Х Меньше Б Ну Вот Это Это То Что У нас С вами Есть Дальше Давайте Немножко Значит Приведем Соответствие Наше Понятие О Вещественном Числе Числе С тем Которое Обычно Есть У Инженеров Или С которым Вас Знакомят В школе Ну Что Такое В школе Вещественное Число Обычно Вот это Что-то Такое Вот Так Вот Или Говорят Там Еще И так Далее Или Еще Что-то Ну На самом То Деле Значит Такая Запись Это Запись В Позиционной Системе Счисления Система Счисления С основанием 10 Ну Построить Ее Как ее Построить Это Нам уже Сейчас Совершенно Понятно В первую Очередь Ну Вот Для Целых Чисел Ну Или Для Начала Для Натуральных Понятно Как Мы С Вами Встроим Значит Мы Там Раскладываем Там 173 Это 1 Там На 10 В Квадрате Плюс 7 На 10 Плюс 3 То На самом деле Раскладываем Вот Это По Степеням По Степеням Десятки Да Точно Так же Если Число Не Целое То Мы Можем Для Начала Например Его Значит У нас Есть Число Пускай От На 10 Отрезков От 0 До 1 Десятой И так Далее От 9 Десятых До Единицы Ну И значит Если мы Это Сделаем Полуинтервалами То есть У нас 10 Полуинтервалов 0 1 Десятая 1 Десятая 2 Десятых И так Далее 9 Десятых 1 То У нас С вами Любое Число Из Множества Значит 0 1 Попадает В один Из Этих Интервалов Из Этих Интервалов Ну И тогда Первое Число После Запятой Как все Привыкли Будет Соответствовать Вот Соответственно Чего Начало Интервала Умноженного На 10 Первое Целое Число Значит Ну И так Далее Можно Делать Сотые Тысячные И Все Все Что угодно Какую Операцию Я пропустил Что Что Еще После Этого Нам Требуется Чтобы Все Так Получить Настоящее Множество Вещественных Чисел Ну У нас Значит Мы Что Построили Мы Такой Операцией Значит Я Сейчас Пока Говорю Только О положительных Числах Любому Положительному Числу Можем Сопоставить Его Десятичную Запись Правильно Бесконечную При этом Даже Натуральное Какого-то Момента Ну Сразу После Запятой А С другой Стороны Вроде Как Если Я Наоборот Имею Значит Вот В каждой Позиции Я имею Что Число От Нуля До Девятки Число От Нуля До Девятки То Мне Значит Все Таки Потребуется Как-то Как-то Значит Доказать Существование Вещественного Числа С Таким Десятичным Разложением Как бы Я мог Это Сделать Я Не Хочу Это Записывать Формально Это Довольно Нудно Но Давайте На Словах Проговорим Значит Вот В эту Сторону Если У вас Есть Положительное Вещественное Число Разложите Его Десятичную Запись Значит Мы Вот Знаем Как Разложили На Десять Интервалов Такая Потом Дальше По Сотым По Тысячным Вот То То Любому Вещественному Число Положительному Мы Сопоставили Его Десятичную Запись Как Доказать Что В обратную Сторону Любой Десятичной Записи Где На Позиции Стоит Число От Нуля До Девяти Можно Существует Соответствующее Вещественное Число Да Конечно У нас Единственные Инструменты Это аксиома Полноты И мы Строим Множество Множества Иксов И игреков Которые Больше Этого Числа И меньше Они Даже Могут Быть Рациональными Мы Просто Можем Взять Множество Конечных Дробей Да Вот Это Будет То Что То Что То Что То Что Снизу А То Что Сверху Это Будет Тоже Множество Конечный Дробей Добавлены Единички В конце Я не хочу Формально Это Все Выписывать И делать Потому Что Во-первых Это Займет Довольно Много Времени А Вы И так Я уже Смотрю Заскучали Да Когда Да Единственность Чего Единственность Записи То Что Запись Единственная Ну Докажите Это Не Сложно Вот Да Да Я Спросил Что Еще Вам Чтобы Была Бъекция Этот Вопрос Был Задан Значит У Некоторые Числа Все Таки Склеиваются Да В процессе Этой Операции А Именно Что Здесь Да Мы Каждому Иксу Можем Сопоставить Однозначное Разложение Вот Сюда А С Другой Стороны Некоторым Десятичным Записям Соответствует Одно И То же Число Но Происходит Это В тот И Только В тот Момент Когда Как Вы Правильно Сказали Начиная С Какого То Момента То Есть Я Пишу Другой Другой Другие Число Пишу 16 5 3 Там 8 У Нас Начинаются Ити Девятки Да Это Разрешенная Нашей Операцией Последовательность От Нуля До Девятки Просто Вот Раз И Все Девятки Да А Значит Тут 5 3 9 А Тут Нули Вот Это Одно И То же Число Поэтому По Такому Отношению Эквивалентности Надо Факторизовать Значит Два Числа Одинаковые Если Они Отличаются Значит Если У Одного Из Них На Хвосте Все Девятки А Второй Из Них Представляет Просто На Один Разряд Здесь Больше Добавленный Вот Так Вот Формально Все Это Определять Очень Долго Но Все Отношения Эквивалентности С легкостью Доказываются Вот Значит Мы говорили О положительных Числах Ну И нуля Но Если Добавить Отрицательные Значит Знак Минус И Все Законности Операций Тоже Не должна Быть Для вас Очень Тяжелой Для Доказательства Что Еще Я хочу Сказать Это То Что Число Десять Ведь Выбрано Случайно Ну Я не Знаю Там Какой Обезьяны Случайно Оказалось Десять Пальцев На руках Значит Вот Поэтому Десять На самом То Деле Десять Это Неудобно Правда Что Нет Это Это Хорошо Да Но Там Для Компьютера Удобно Два Да А Там Кому То Бывает Удобно Три Но В общем На самом То Деле Значит Любое Если Есть Натуральные Число Любое Если Есть Любое Натуральное Число Больше Единицы Нет Единичная Система Счисления Тоже Существует Но Она Уж Очень Скучная Для Натурального Ряда Да Что Ну Для Натурального Ряда Это Вы Просто Пишите Вот Столько Сколько Сколько Напишите Нулей Столько Столько Вам Число Надо 17 18 Подряд Нулей Пишите Вот Поэтому Единицы В этом Смысле У нас Существует Ну Для Начала Разложения Натурального Числа Как Было Обозначить Н В виде Ну Значит Там АМ Ку В степени М Плюс И так Далее Плюс А1 Ку Плюс А0 Где Все Вот Эти АМ Значит А0 Во-первых Натуральные С нулем Давайте Я так Ноль Буду Обозначать Значит Это Натуральные Числа С нулем Ну а На самом То деле Принадлежат Множество 0,1 И так Далее Значит Множество У нас Фигурные Скобки Ку Минус 1 Как мы Привыкли Для Систем Счисления Вот А если Говорить После Запятой То Все То же Самое Просто Значит Вы тут Продолжаете В виде Значит Записи Запись После Запятой Только Пишите Где-то Помечаете Что у вас Двойка Ну например Как Как записать Три четверти В двоичной Системе Счисления Кто мне Скажет Ну это Вы все Знакомы Наверняка Уже Много лет Видели Как записать Значит 0 Это целая Часть Она 0 Дальше Нам нужно Определить У нас 0 или 1 Больше Число 1 2 Или Меньше 1 2 Больше Больше 1 2 Пишем Единицу Дальше Убираем Эту 1 2 Что Остается 1 Четверть Вот А все Мы Все Мы Исчерпали Значит Вот Она Все Нули Двоичная Система задам тоже немножко немножко дурацкий по какой по какому отношению надо факторизовать вот теперь вот такую запись чтобы получить за именно однозначное соответствие между вещественными числами положительными но по хвостам да то есть мы должны отождествлять все хвосты из единиц у нас раз хвост из единицы то тут все-таки 0 стоит ну а тут что-то стоит да вот вот такое число и такое в двоичной записи отождествляется но если в общем случае значит если у вас идет основание q то вы должны отождествить там где стоят бесконечные хвосты из чисел чисел вида q минус 1 это такой способ значит записи и модели как можно думать о вещественных числах значит есть еще один который вы например можете аккуратно смотреть как это записано у фехтингольца это очень долго и скучно то есть это несколько десятков страниц буквально чтобы все аккуратно доказать но тем не менее значит можно думать о вещественном числе следующим образом значит вот у нас была аксиома полноты что если у вас два множества но это есть два множества одно больше другого то есть значит отделяющие его грань отделяющие отделяющие его число а можно думать так что давайте мы посмотрим начале на множество рациональных чисел с которыми мы умеем значит обращаться давайте их разделим на два то есть представим q виде объединения двух дизъюнктных множеств так что одно больше другого вот и вот этот объект и будем называть вещественным числом можно доказать тождественность вот совсем тем что у нас происходило но это долго и скучно тем не менее вещественном числе можно думать и вот так то есть вот все эти модели они все значит имеют право на существование можем думать как о записи в какой-то системе счисления можем думать как о разделении рациональных чисел на 2 можем думать как в алгебраическом объекте вот просто с аксиомами и вот с ними значит что то делать но как мы видим это все примерно одно и то же значит дальше у нас осталось совсем немного времени немножко о еще значит небольшое отступление об обозначениях потому что вот мы значит даже дошли до того момента когда нам понадобятся слова функция отображения еще что то значит все из вас эти слова наверняка слышали но надо зафиксировать что-то да какие нибудь обозначения еще что-нибудь такое ну для начала слова слова отображения значит это у правило которое сопоставляет одному элементу одного множества элемент другого множества то есть если x из x то мы вправе написать вправе написать f от x на ну все из вас много-много-много раз это делали значит f от x принадлежащий y можно определять теоретика множественным способом значит у нас уже было понятие прошлой паре упорядоченной пары да и тогда значит это множество упорядоченных пар таких что если мы знаем первый элемент то 2 мы тоже знаем единственным образом да отображение пока у нас однозначные так сказать рассматриваются ну дальше значит вопрос что такое x и y значит в этом семестре мы занимаемся одной вещественной переменной поэтому чаще всего наши функции будут одной вещественной переменной то есть действовать из r в при этом на самом-то деле не обязательно даже из r в r давайте значит я поправлю из x а который является подмножеством значит и функция совершенно не обязана как наверно много раз вы в школе же видели быть задано на всей до оси а затем ну для какого-то подмножества то есть частности например можно рассмотреть такую функцию f от x равняется 1 делить на x когда x не равно нулю а в нуле просто не определена да давайте немножко еще значит поговорим об изначе об каких-нибудь обозначениях ну вот есть функция модуль x она так немножко нестандартно применяется к иксу но все из вас знают значит что это такое это x если x больше либо равен нуля и минус x если x меньше нуля график все все помнят график это я на плоскости изображаю множество точек xf от x чтобы это не значило потому что пока это просто картинка кто мне скажет на таком языке что такое последовательность до вуза натурального аргумента и это тоже вопрос значит то о чем сейчас говорю это не тут нету никакой никакой математики это вопрос языка и вопрос соглашений как мы что обозначаем давайте поскольку после на следующей паре мы будем уже говорить я последовательностях тоже нам нужно что-то зафиксировать значит последовательность эта функция из н в р точно также можем писать f от н но довольно часто вместо f от н пишут значит н внизу индекс такое обозначение той же пизеля f н н элемент последовательности этого просто число да и ничего больше хорошо обозначение эти зафиксировали что у нас что у нас со временем но пожалуй значит ничего существенного нам сегодня уже не удастся а изучить давайте я какие-нибудь упражнения еще добавлю на понимание значит еще раз говорю что вот то что написано вот под такой буквой кучкой q это не вопрос который вы должны делать быстро если вы не делаете значит вы должны прочитать лекцию еще раз когда какие-то вопросы будут содержательные над которым надо будет подумать я это значит как-нибудь по-другому обозначу вот вы значит после этой лекции должно уметь доказывать следующую вещь вот пускай а и b и x и y лучше x и y под множество r определим в качестве x плюс y формально такое множество это множество сумм где x из x а y из y это определение ну вот значит иногда я люблю вот такой значок присвоить равно это значит это не какое-то утверждение а просто определение левой части докажите докажите что супремум супремум икс плюс игрек это супремум икс плюс супремум икс значит напоминаю что у нас было в первой половине еще одно еще 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 одно упражнение по по поводу того что вещи рациональные числа можно возводить в степень так как мы хотим ну вот наверное это естественно точь икс и икс ограничены сверху да что значит давайте значит давайте да давайте икс и y будут ограничены сверху потому что у нас формально определение супремума было только для ограниченных сверху множеств ограничены сверху значит естественно избегая всяких тривиальностей мы еще должны предполагать что икс и икс не пусты Ну, потому что, что такое супремум пустого множества, значит, можно принять конвенцию, что это минус бесконечность, но это не очень такая хорошая конвенция, правда, потому что вопрос там, как их складывать и так далее, значит, пускай они будут оба не пусты и оба ограничены сверху, да, тогда вот это свойство о том, что супремум сумма, это сумма супремума, выполняется. Хорошо, на этом всё на сегодня.